Месячная инфляция в России будет около нуля, либо 0,1-0,2%, то есть на своем минимуме месячных значений в 2021 году. Такой прогноз на август авторитетный аналитик представил федеральному коммерсанту. Неужели регулятору с помощью ужесточения денежной политики удалось побороть растущую колоссальными темпами инфляцию? Действительно ли это явление сохранится в долгосрочной перспективе и чего в том числе жителям Пермского края стоит ждать о цену? Узнаем у Елены Гуровой, аспиранта Института экономики уральского отделения РАН. Елена, здравствуйте, рада вас приветствовать. Добрый день. Первый вопрос. Хотелось бы услышать ваш прогноз по инфляции на август. С учетом того, что в августе, насколько я знаю, традиционная инфляция ниже из-за того, что плодовощная продукция падает в цене. Ну и плюс не стоит забывать о том, что ЦБ все-таки действительно ужесточает денежную политику. Многие эксперты говорят о нулевых значениях роста инфляции. Вы с этим согласны? Думаю, в общем и целом да. С учетом традиционных сезонных особенностей действительно можно ожидать более низкую инфляцию на август. Однако думается, что следует учитывать и по-прежнему высокие инфляционные ожидания населения. Это отмечает и ЦБ РФ. И выплаты к началу учебного года. И отмечаемый рост волны коронавирусной инфекции. Вот все-таки стоит учитывать, что наш гражданин привык ориентироваться в большей степени не столько на прогнозы ученых, экспертов, а все-таки на имевшие место быть ситуации, то есть на свои ожидания на будущую инфляцию. То есть на те ситуации, в которые попадал. И на этой основе уже моделируется потребительское видение ситуации, ориентация, соответственно, на какие-то акционные предложения, на формирование запасов, на необходимость закупок. И вот учитывая все вот это, стоит, наверное, прогнозировать инфляцию на август в интервале 0,2-0,4, наверное, процентных пунктов. А дальше эта ситуация, она будет продолжаться вот такая вот низкая инфляция или же после сезонного спада все вернется на круги своя? Подозреваю, что рост еще будет, во всяком случае предыдущие месяцы об этом говорят, но с другой стороны нужно учитывать, что Центробанк резко ужесточает политику, денежно-кредитную политику. А ужесточение монетарной политики, оно в любом случае приведет, скажем так, к задушению инфляции. Другое дело, что вот этот момент, он несет в себе как плюсы, так и минусы. То есть, по сути дела, если мы искусственно душим инфляцию монетарными методами, то с одной стороны, да, мы приводим к снижению ее роста. С другой стороны, мы и приводим к негативным факторам, влияющим на рост экономический. То есть, замедление экономического роста, чего, наверное, не хотелось бы. Ну вот госпожа Набиулина, она также заявляла, что мы начали таргетировать инфляцию позже, чем многие другие. Вот чем это чревато, да, что достаточно поздно стали принимать? Я думаю, что это чревато тем, что мы сталкиваемся с рядом проблем, которые были вовремя не учтены. И потом, стоит еще учитывать такой момент, не первый год, далеко не первый, говорится о том, что ожидания инфляционного ожидания населения, они, как правило, в несколько раз выше, нежели ожидания Центробанка и ключевая ставка. Соответственно, как даже отмечал один из представителей Центробанка, в том числе приезжавший к нам в Пермь, это нивелирует политику Центробанка. То есть, по сути дела, это создает дополнительные проблемы в борьбе с инфляцией и, соответственно, с формированием необходимого уровня экономики, стабильности и так далее. Может быть, у Вашего учебного заведения есть некоторые данные, чего нам ожидать? Повышение цен на какие категории, виды товаров, может быть, уже есть какие-то прогнозы? Думаю, лично я не буду спешить с этими прогнозами, у меня таких данных нет. Вот еще немного хотелось бы, да, про те последствия. Вы сказали, что это может вызвать, скажем так, ажиотажный спрос. Люди начнут скупать товары, как это было уже вот в начале пандемии, гречка и так далее. Опять же, из-за этого, скорее всего, и ценник будет повышаться, и сам бизнес также. С его стороны будут какие-то некоторые повышения цен? Да, думаю, да. Ну, еще раз повторюсь, все-таки человек привык ориентироваться на уже прошедшие ситуации. То есть за счет этого моделируется потребительское поведение. И в данном случае прошедшая ситуация – это вот то начало пандемии, когда мы попадали тоже в рост волны коронавирусной инфекции. Но, правда, тут еще один момент. Тогда не знали, что делать, тогда не знали, что будет. Здесь уже все-таки формируется привычка. Но эта же привычка способствует и повторению этого самого потребительского поведения. Спасибо вам огромное. Елена Гурова, аспирант Института экономики Уральского отделения РАН. На связи с РБК. Теперь мы обсуждали, поможет ли снижение цен на оплоды овощной продукции и выплаты к школе побороть инфляцию. Редактор субтитров А.Семкин